Дрессировка собак – важная составляющая воспитания питомца, позволяющая хозяину и его подопечному понимать друг друга, а также весело и интересно проводить вместе время. Такого рода общение с домашним животным приносит не только удовольствие от совместного времяпрепровождения, но и обоюдную пользу. Используя разные команды для собак, хозяин способен приучить питомца к безопасному для него самого и окружающих поведению, улучшить его двигательные и голосовые способности, скорость, реакцию, умение различать ситуации и правильно на них реагировать. Содержание «Зачем дрессировать собаку» Самостоятельная и профессиональная дрессировка Профессиональные курсы Основные правила дрессировки Различия дрессировки взрослых собак и щенков Как научить собаку основным командам, необходимое оборудование и список из 10 команд для дрессировки собак, сидеть, лежать, голос, умри, рядом, дай лапу, стоять, ко мне, фу, фас, зачем дрессировать собаку? Послушный пес, довольный хозяин. С этим утверждением согласятся многие владельцы собак. Ведь решив пустить в свою жизнь домашнее животное, мы хотим видеть в нем друга, источник радости и гордости. Однако если питомец постоянно ведет себя как ему вздумается и совсем не слушается, то он становится для хозяина источником стресса. Когда отношения между собакой и ее владельцем не складываются, не сосны оба. Поэтому очень важно не упустить момент и начать дрессировку вовремя. Правильно обученный пес ответственность каждого владельца не только за благополучие того, кого он приручил, но и собственное спокойствие. Небольшое обучение пойдет на пользу любой собаки, независимо от возраста, породы или темперамента. Самому хозяину регулярные занятия с животным помогут лучше понять потребности последнего, станут отличным поводом для тренировки и откроют новые возможности, чем лучше ведет себя питомец, тем легче брать его с собой, куда бы вы ни отправились. Самостоятельная и профессиональная дрессировка Правильная дрессировка – одна из основных потребностей вашего питомца. Чем скорее он научится понимать вас и реагировать на основные команды для собак, тем выше будет уровень вашего взаимопонимания в будущем. А это, в свою очередь, залог долгого и счастливого сосуществования. Дрессировка собак должна быть регулярной, поэтому, прежде чем приступить, самостоятельно составьте план тренировок. Начинать обучение четвероногого друга стоит в возрасте 2-3 месяцев во время домашнего карантина после прививки. Вначале приучите его отзываться на кличку, затем – к ошейнику и поводку. Один из плюсов домашних тренировок – простота и доступность. Не обязательно даже выходить из дома или использовать сложные приспособления. Научить собаку командам в домашних условиях вполне реально, если обладать достаточными знаниями. Но тут у хозяев могут возникнуть сложности. В отличие от кинолога, любитель не знает наверняка, как правильно дрессировать собаку, а потому может не добиться желаемого результата. Также хозяин, не обладающий нужными знаниями, вряд ли сможет раскрыть все таланты своего любимца, а значит, и сделать его по-настоящему счастливым. В этом минус домашней дрессировки. Поэтому все же рекомендуется обращение к специалистам, которые расскажут, какие команды должна знать собака и почему. Если речь идет о щенке, то, научив его основным командам для собак, в возрасте 4 месяцев следует пройти курс воспитательной дрессировки. Обратиться за помощью к кинологу никогда не поздно, он подберет оптимальную программу и поможет реализовать весь потенциал питомца. Среди минусов для хозяина, необходимость найти время, силы и средства на платные занятия, что не всегда и не всем доступно. Также важно подобрать хороший учебный центр и проверенных специалистов, чтобы не потратить деньги впустую и не навредить собаке. Помните, профессиональная дрессировка не заменяет собственное участие в воспитании питомца, наладить личную доверительную связь с ним хозяин должен сам. Взаимоотношения владельца и подопечного могут лишь подкрепляться с помощью профессиональных курсов. Профессиональные курсы существуют разные виды профессиональных курсов и методы дрессировки собак, в зависимости от того, чему хозяин хочет научить своего любимца, и его особенностей. Рассмотрим несколько наиболее популярных из них. Общий курс дрессировки ОКД, автором курса является отечественный кинолог и собаковод Всеволод Языков. Относящийся к национальному нормативу, ОКД в 2020-м отметил свой 100-летний юбилей. Этот курс можно считать подготовительным, начальным этапом тренировки собак. После этого можно обучать питомца специализированным командам для собак. Общий курс дрессировки предполагает приучение пса к следующему отзыву на данную ему кличку, ношению поводка, ошейника или шлейки, нахождению рядом с хозяином, знание команды, рядом, движению вместе в непосредственной близости, собака должна идти слева от человека, умению показывать зубы, носить намордник, выполнению основных команд для собак, таких как сидеть, лежать, стоять, голос, и других базовых навыков, отклику на зов хозяина, знание команды, ко мне, подходу и возвращению обратно на место, выполнению команды, взять, а портировка, по команде хозяина схватить палку и принести обратно, например, прекращению действий по команде, фу, преодолению препятствий, в виде ограждений, барьеров, спусков и подъемов и т. Д. Реагированию на выстрел. Курс подходит как для дрессировки юного питомца, так и взрослой собаки с нуля. Все описанные выше навыки пёс должен продемонстрировать на экзамене, который проводит в кинологической школе по итогам обучения. На специальных учебно-дрессировочных площадках хозяин и его подопечные могут работать в паре под контролем и руководством инструктора. Также можно вверить питомцу опытному кинологу, который проработает с ним все команды для собак и подготовит по пунктам к сдаче экзаменационных испытаний. По завершении ОКД все подопечные готовы к сдаче экзамена, в конце которого получают диплом 1, 2 или 3 степени. Управляемая городская собака, УГОС, этот курс предназначен для управления собакой в городских условиях. Цель прохождения – воспитать в питомце настоящего компаньона и сделать его послушным другом, а также безопасным соседом для жителей большого города. Управляемая городская собака – курс дрессировки, для которого характерны схожие с ОКД принципы обучения. Однако есть и отличия, в данном случае упор сделан именно на необходимых для проживания в городской среде навыках, таких как спокойствие при возникновении шума, невозмутимость в присутствии незнакомых животных и людей, отсутствие страха при передвижении в лифте и транспорте, послушное поведение в окружении раздражителей. Записать питомца на этот курс можно по наступлении пятимесячного возраста. Все тренировки УГОС проходят в общественных местах, поначалу это парки и скверы, затем тренировочной площадкой становятся многолюдные места, территории с оживленным движением. Вот каким командам и навыкам можно научить собаку на этом курсе, умению держаться возле хозяина как на поводке, так и без него, знание команды, рядом, выполнению команды, ко мне, а также, сидеть, и, лежать, в непосредственной близости и на расстоянии от хозяина, способности оставаться на одном месте, потеряв хозяина из вида, тренировка выдержки, показывать зубы, не проявляя агрессии, не сопротивляться и мирно реагировать на надевание, ношение намордника, не проявлять беспокойное поведение при возникновении шума, а также выстрелов, не трогать корм, разбросанный вокруг. Выполнение всех перечисленных выше пунктов проверяется и оценивается специалистами во время экзамена. На нем пес должен продемонстрировать полученные важные навыки, выдержку, послушание, спокойствие, а также умение понимать команды для собак и следовать им. Коррекция поведения собаки курс предназначен для тех питомцев, поведение которых нуждается в исправлении. Заметив, что поведение питомца постоянно отклоняется от нормы, что он не слушается ваших команд и не поддается воспитанию, сразу прибегните к помощи профессионалов. По итогам курса дрессировки ваша собака научится не тянуть поводок и не стремиться опередить хозяина на прогулке, не попрошайничать и не воровать еду со стола, не проявлять агрессии по отношению к людям и животным на улице и в помещении, не занимать хозяйское место в жилище без разрешения, будь то кресло, кровать или стул, не лаять и не выть дома, оставшись в одиночестве, не грызть и не портить хозяйское имущество, не ходить в туалет где вздумается в отсутствии хозяев, не жадничать, трогать вещи других. А свои не давать, не бояться резких звуков, шумов, незнакомцев и животных, спокойно посещать врача и справляться с другими страхами, если такие имеются. Причины, по которым ваш питомец может проявлять неспокойное или вредоносное поведение, могут быть разными, от дисбаланса в отношениях с хозяином, врожденных особенностей и черт характера до условий проживания и влияния внешних факторов. Пройдя курс во главе со специалистами из кинологического центра, которые знают, как дрессировать собаку, вы облегчите жизнь себе и питомцу. Международная программа по послушанию «Обедиенс» особую популярность получила в европейских странах и США. Цель курса – воспитать настоящего компаньона для хозяина, беспрекословно выполняющего все его требования, в том числе подаваемые на расстоянии или без голосовых команд для собак. Соревнования по «Обедиенс» предполагают несколько собак-участниц, соревнующихся между собой в быстроте и качестве выполняемых заданий. Чемпионаты по этой программе проводятся по всему миру. На обучающий курс принимаются питомцы в возрасте от полугода и старше. Развлекательно обучающая программа «Аджилити» – эта программа предназначена для тех, кто хочет научиться вместе с питомцем проходить различные полосы препятствий на высшем уровне. Итогом прохождения курса станет полное понимание и выполнение всех заданий собакой без помощи привычных для команд ошейника, поводка или угощений. Во время упражнений непосредственное взаимодействие хозяина и питомца исключено, это касается подкармливания и другого поощрения. «Аджилити» направлена на развитие у пса таких навыков, как ловкость, быстрая реакция, способность концентрироваться и работать в паре, программа также улучшает физические показатели подопечного. У прошедших курс складываются прочные отношения, основанные на понимании друг друга и полном послушании со стороны животного. Возрастных ограничений для занятий нет, но лучше немного подождать, пока ваш питомец привыкнет к вам и окружающему миру. Спортивный характер дисциплины позволяет вырастить настоящего чемпиона, с которым потом можно принять участие в соревнованиях по аджилити. Программа дрессировки «Мандьоринг» дисциплина «Мандьоринг» была разработана на основе различных комплексных ринговых нормативов, принятых в нескольких странах Европы и Америки. В данный курс входят основные элементы нескольких других систем – послушание, защита и охрана, а также прыжки. Цель курса – распознать врожденные качества и способности собаки, степень ее выучки, а также спортивные задатки. Эта очень интересная дисциплина включает в себя разнообразные сложные элементы и отвлекающие факторы, чтобы справиться с ними, собаке требуется недюжинная смелость, ловкость и сообразительность. В процессе обучения питомец овладевает навыками поведения в неординарных ситуациях, учится двигаться рядом с человеком с коляской, правильно обращаться с людьми с ограниченными возможностями, охранять детей, защищать хозяина. Прохождение курса позволяет выявить основные таланты вашего питомца и максимально развить их. Скучно тоже не будет, ведь данная дисциплина состоит из множества состязаний и сценариев обучения, которые также обеспечивают зрелищность соревнований. Защитно-караульная служба, ЗКС, этот отечественный норматив дрессировки собак зародился еще в советские времена и направлен на оттачивание защитных и охранных инстинктов, а также обонятельных навыков. Изначально курс был предназначен только для служебных собак, спецслужбы, силовые и военные структуры, которых натаскивали для выполнения разыскных и спасательных работ, поиска опасных предметов и веществ, а также охраны в составе конвоя и караула. Сейчас ЗКС подходит и для собаководов-любителей, желающих приучить питомца к определенным командам для собак. Данный курс помогает псу не только не растерять собачье чутье и сноровку в домашних условиях, но и способствует развитию присущих ему от природы инстинктов, позволяя максимально их реализовать. Пес, прошедший курс защитно-караульной службы, станет настоящим защитником частного или загородного дома, не подпустит к семье и имуществу хозяев посторонних и подозрительных людей. А при необходимости проявит бдительность и скорость реакции в непредвиденных ситуациях. Обучаться этому курсу могут почти все физически здоровые питомцы в возрасте от года и старше, исключение составляют представители некоторых пород, маленького размера и очень чувствительные. Перед этим животное должно пройти и сдать норматив по ОКД. Этот сложный вид дрессировки предполагает наличие у дрессировщика высокой квалификации и достаточного опыта. Поэтому тренировать собаку должен опытный специалист, в противном случае неверно проведенные занятия могут развить у питомца излишнюю пугливость либо агрессивность. Нормативный тест IPO, ШУЦХУНТ, Международный норматив дрессировки, IPO, представляет собой тестовый норматив, суть которого заключается в выявлении у животного тех или иных качеств, необходимых для выполнения определенных работ. Иными словами, прохождение данного курса позволяет хозяину выявить, есть ли у собаки задатки поисковика, спасателя, пастуха или бегуна в упряжке, то есть для каких целей можно использовать таланты питомца. В основе испытаний, проводимых согласно данному тесту, лежит немецкая система спортивной дрессировки, ШУЦХУНТ. Программа предполагает оценку рабочих качеств собаки, выносливость, смелость, тонкость чутья, ее психическую устойчивость, наличие смекалки и способность к дрессировке. Все указанные навыки проверяются и оцениваются согласно системе ШУЦХУНТ. В целом прохождение данного курса нацелено на то, чтобы делать пса счастливым, активным и уравновешенным животным, а также лучшим другом для своего хозяина. Норматив IPO включает три уровня подготовки, следовая работа, а послушание, и защита, с самого начала прохождения курса все подопечные проходят подготовку по данным направлениям. Итог занятий Понимание того, готов ли пес к выполнению тех или иных обязанностей. Система трехступенчатая, первой категории, диплом IPO1, будет достаточно для тех, кто планирует участие пса в выставках и разведении, ко второй допускаются сдавшие первую, а к третьей, первую и вторую. Основные правила дрессировки Любая собака нуждается не только в кормлении, прогулках и ласке, но и в воспитании. Решите ли вы нанять для дрессировки вашего питомца профессионала или же займетесь этим вопросом сами, в любом случае вам необходимо знать, что можно, а что нельзя делать и почему. Всегда и везде дрессировка не может начинаться и заканчиваться только на собачьей площадке или на улице. Это постоянная работа хозяина. Вы общаетесь со своей собакой в разных ситуациях, и все они, отличная возможность научить ее чему-то. Начните с простого, сидеть, рядом, ко мне, лежать, фу, вот пять обязательных команд для собак, которые они должны знать и выполнять. Как только питомец их освоит, можете двигаться дальше. Будьте реалистами, не стоит требовать от собаки невозможного. Кульбиты и беспрекословное подчинение, это результат долгой и кропотливой работы хозяина. Ставьте реальные цели своему питомцу. Ведь ваша задача, сделать совместное проживание комфортным и безопасным, а не воспитать звезду цирка. Запаситесь терпением, да, не все породы легко подаются дрессировке. Некоторым, например, чау-чау, дрессировка противопоказана, так как особенность этой породы, самостоятельность. Эти собаки принимают решение в зависимости от собственной оценки ситуации. Обращайте внимание на характеристики породы, прежде чем начинать обучение. Это облегчит вам и собаке жизни и сэкономит время. Кто виноват, если что-то идет не так, собака что-то делает неправильно, то виноват всегда тот, кто отдает команды. Помните, любой приказ, который может быть понят неправильно, будет понят неправильно. Эта военная поговорка действует и в отношении собак. Раз и навсегда, если вы что-то запрещаете, запрет должен действовать всегда. Без исключений. Четкое выполнение, если вы хотите, чтобы ваша собака выполняла определенную команду только так, а не иначе, сразу ставьте перед ней, и для себя, эту задачу. Допуская погрешности или неточное выполнение в надежде, что потом вы это исправите, вы на самом деле отнимаете у себя и у собаки массу времени. Сразу учите, как надо. Потом будет намного труднее переучивать. Действуйте поэтапно, если вы дали команду собаке, дайте время для ее выполнения. Не давайте другую команду, это только собьет животное с толку. Только правда животные не умеют прощать обман. Однажды потеряв доверие питомца, вам придется очень и очень потрудиться, чтобы его вернуть. И не факт, что вам это удастся. Поэтому устанавливайте с собакой доверительные отношения с самого начала. Без доверия нет уважения, а без уважения не будет и подчинения. Заботьтесь о своей собаке появление беспокойства, агрессия, неадекватное поведение со стороны собаки, для хозяина все это повод оценить обстановку и попытаться понять, что не так. Кто сильнее попытки научить собаку чему-либо, применяя грубую физическую силу, не приведут ни к чему хорошему. Даже если вы добьетесь послушания, велика вероятность, что рано или поздно собака вам отомстит. И, поверьте, она выберет для этого удачный момент. Домашний питомец – это компаньон и друг. Помните об этом каждый раз, когда у вас возникнет желание наказать собаку. Различие дрессировки взрослых собак и щенков в зависимости от возраста собаки требует особого подхода, в том числе если речь идет о дрессуре. Важно понимать, как дрессировать собаку в зависимости от ее породы, талантов и физической подготовки. Конечно, взрослый пес имеет определенный жизненный опыт и, так или иначе, больше понимает и ориентируется в происходящем вокруг, в то время как щенок – фактически чистый лист с набором инстинктов, к его воспитанию следует подходить особенно аккуратно. Главное различие – применение силы со стороны человека. Так, для дрессировки малыша ее ни в коем случае нельзя использовать, надо делать упор на интерес и любопытство, проявляемое юным питомцем, а также пищевую мишень. На лакомство он обязательно среагирует. В то же время взрослые собаки могут проявлять доминантное поведение, для них угощение – не всегда стимул для выполнения команды, поэтому имеет место вмешательство со стороны хозяина. Речь идет о безвредных для животного приемах, таких как надавливание на крестец при посадке или удерживание на боку. Также для юных питомцев не подходят тренировки, так или иначе способствующие развитию агрессии. Например, обучение таким командам для собак, как «ФАС». Независимо от возраста питомца, перед началом занятия разузнайте, как правильно дрессировать собаку в домашних условиях, ознакомьтесь с ключевыми правилами и принципами. Как научить собаку основным командам? Далеко не все хозяева считают необходимым посещать специализированные кинологические курсы, в рамках которых обычно дают базовые знания о принципах дрессировки. Но это не значит, что самостоятельные занятия с собакой будут неэффективными. Всему свое время всем понятно, что бессмысленно требовать от полугодовалого младенца того же, что и от пятилетнего ребенка. С собаками то же самое. Если щенок еще не готов воспринимать материал, то вы только потеряете время. Раньше двух-трех месяцев начинать какие-либо занятия не имеет смысла. Поэтому, прежде чем что-либо предпринять, убедитесь, что собака к этому готова. Комплексный подход нельзя заниматься дрессировкой собаки только по выходным или раз в две недели. Это постоянный процесс общения с животным, который не должен прерываться. Начните с 10-ти минутных ежедневных занятий. Затем постепенно увеличивайте время. Ориентируйтесь на то, как быстро ваша собака усваивает материал. Это будет для вас лучшим сигналом, пора ли идти дальше или лучше еще раз все повторить. Что нужно хозяину следует понимать, что для успешного обучения собаки ему придется запастись терпением и лакомствами для положительного подкрепления поведения животного. Собственно, это основные необходимые вещи, без которых у вас вряд ли что-то получится. Принцип действия назовите команду, подкрепите свои слова жестами, демонстрирующими, чего вы хотите от животного. Например, вы хотите, чтобы собака легла. Тогда вы произносите «лежать» и приседаете рядом с собакой, прижимая кулак с угощением к земле, повторяйте до автоматизма. Начинайте каждое новое занятие с повторения прошлых команд. Задача для вас – сделать так, чтобы собака автоматически реагировала на ваши команды, постепенно отказывайтесь от подкреплений угощений, получайте удовольствие от общения со своей собакой. Дрессировка – это замечательно. Собака – ваш друг и член семьи, и занятия должны вам обоим приносить радость. Иначе в чем смысл? На что обратить внимание? Первое время вам понадобится наладить контакт с животным. Не стоит беспокоиться, что собака будет выполнять только ваши команды и будет игнорировать остальных членов семьи. Вначале, конечно, целесообразно заниматься с животным без других домашних. Но это нужно только для того, чтобы не сбивать собаку с толку, она должна четко понимать, кто главный в стае. Если она будет подчиняться вам, то и у других членов семьи проблем не возникнет. Категорически нельзя никогда не использовать отрицательных подкреплений. Наказания за непослушание, удары, крики, возможно, помогут вам быстро выработать у собаки условный рефлекс. Но вы рискуете сломать психику животного и получить совершенно неуправляемого зверя. Любовь, терпение и ласка – вот три кита любой дрессировки. Если вы считаете иначе, то задумайтесь, а зачем вам, собственно, собака? Необходимое оборудование для самостоятельных занятий с питомцем вам обязательно потребуется ошейник и поводок, для контроля и манипуляций, палка или игрушка, для опортировки, а также заранее заготовленное угощение. Для выполнения собак и основных команд этих простых вещей может быть достаточно. Если же вы планируете готовить вашего пса к более серьезным упражнениям, таким как бег с препятствиями, влезание на стенку, спуск и подъем, нужно обустроить площадку заранее, подготовить барьеры и другие приспособления. Следует заранее прочитать необходимую литературу и подобрать правильное оборудование в зависимости от возраста, роста и веса, породы и физических способностей вашего пса. Лучше всего такого рода занятия начинать в кинологической школе, а затем по примеру продолжать дома. Список из 10 команд для дрессировки собак Приводим список из 10 самых распространенных команд для собак и краткое руководство, как научить животное их исполнять. Сидеть – это, пожалуй, самая популярная и самая простая команда. Навык посадки – неотъемлемая составляющая любого дрессировочного курса, он является базовым для многих других команд для собак. Простой способ научить – помахать угощением у носа собаки и завести руку за ее голову. Приподнять руку повыше, пес сядет, чтобы видеть лакомство. Дать севшему питомцу отведать желаемое, похвалить и произнесите ключевое – сидеть. Лежать – один из основных, следующий после отзыва на кличку и посадки важный навык. Полезен для успокоения собаки, врачебного осмотра, дрессировки и выдержки. Что делать – показать и дать понюхать угощение, опустить держащую корм руку вниз и протянуть немного вперед, чтобы пес за ним потянулся. Слегка надавить на холку животного, чтобы тот оказался в положении лежа. Угостить питомца и произнести команду – лежать. Повторить упражнение. Голос – сегодня этой команде для собак обучают только для работы в специальных службах, например, поисковых, спасательных, по контролю за оборотом наркотиков. В обычной жизни хозяин может использовать ее как элемент игры, прежде обучив пса команде – сидеть. Продемонстрировать проголодавшемуся питомцу вкусное угощение, завидя которое собака должна сесть. Угостить его. Показать второй лакомый кусочек, за который надо подать голос. Внятно подать команду – голос. Дайте лакомство только в случае, если собака гавкнет. Стоит повторять упражнение до тех пор, пока она отчетливо не залает. Умри чаще всего применяется для развлечения, ухода и лечения, когда хозяин хочет поиграть и подурачиться вместе с псом, показать его умения окружающим, почистить ему шерсть, а также на приеме у врача, чтобы тот смог осмотреть животное. Приступать к учебе стоит, когда питомцам уже усвоена команда – лежать. Уложите собаку, дайте ей понюхать лакомство. Постепенно заведите руку за спину животного, побуждая его потянуться за желаемым и перевернуться на бок. Произнесите команду «умри» и, когда собака застынет, лежа на боку, угостите ее и погладьте, слегка прижимая по всему боку для закрепления позы. Рядом, усвоивший эту команду, пес считается действительно воспитанным. Питомец должен идти слева от хозяина, правая лопатка животного – вровень с ногой хозяина, пространство между ними – не шире собачьего крупа. Собака должна ускоряться, замедляться, как и хозяин, и беспрекословно садиться рядом. Надев на пса недлинный поводок и скомандовав «рядом», сделайте так, чтобы собака села слева от вас. Отойдите и повторите команду «собака должна не только подойти, но и сесть по левую сторону». За успешное выполнение угостите питомца вкусным. Повторяйте упражнение, с каждым разом удаляясь от животного на большее расстояние. Дай лапу, среди команд для собак это «довольно простая». Нужно лишь запастись лакомством. Посадите животное перед собой, произнесите «дай лапу» и подставьте свою правую руку, задержав ее на весу. Отпустите руку, возьмите ее левую лапу пса, приподнимите и отпустите. Затем, похвалив питомца, скормите ему немного угощения. Проделайте тоже другой рукой, относительно другой лапы. Повторяйте упражнение, меняя руки, пока не скормите все вкусные кусочки. Впредь задерживайте лапу в руке подольше, можно немного подбивать лапу, если пес не спешит давать ее сам. Стоять, обычно этот навык подразумевает вставание собаки из сидячего положения. Собака, находящаяся на поводке, должна сидеть слева от вас. Скомандуйте «стоять», поднеся лакомство к носу питомца, и плавно отведите руку так, чтобы ему пришлось встать. Погладьте поднявшегося пса и наградите заслуженным угощением, все это время он должен стоять. Регулярно повторяйте упражнение по нескольку раз, затем увеличивайте время стояния, давая больше лакомства с увеличенными интервалами, так, чтобы пес понял, нужно не просто встать, но и задержаться в стоячей позе подольше. Тот же принцип действует для тренировок выполнения команды «стоять» из лежачего положения. Ко мне, важный навык для гуляющих без поводка собак, суть которого в том, чтобы пес по команде направлялся к хозяину. Проводить тренировку стоит с проголодавшимся питомцем, чтобы он точно не отказался от лакомства. Возьмите в левую руку поводок, предварительно поставленный на среднюю длину, в правую – угощение. Встав впритык к собаке, скомандуйте «ко мне», посадите ее и скормите награду. Повторите проделанное и вновь угостите лакомством. Впредь давайте команду, отойдя на расстояние. Сообразив, что его ждет вкусный кусочек, питомец подойдет и присядет рядом в ожидании заветного угощения. Фу – это сигнал для животного, символизирующий приближающиеся неприятности, а для хозяина – способ избежать нежелательного поведения или действия со стороны питомца. Используется в случае, если пес пытается съесть нечто, лежащее на земле, или саму землю. Подбирает мусор, тащит его за собой. Настроен агрессивно по отношению к другим людям и животным. Не стоит командовать «фу» постоянно, в разных ситуациях стоит прибегать к другим командам. ФАС – обучение данной команде лучше доверить профессионалу. Опытный кинолог знает, как дрессировать собаку, не оказывая негативного влияния на ее психику и поведение. Собака допускается к подобным занятиям в возрасте от года и старше, а также если уже имеет за плечами опыт дисциплинарной дрессировки, быстро и безропотно реагирует на указания хозяина, а тот умеет управлять подопечным в различных ситуациях. Важно понимать, что после курса питомец может изменить свое отношение к окружающим и вести себя иначе, в том числе с соседями. Всем этим командам можно обучить собаку в домашних условиях, главное – задаться целью и регулярно заниматься, повторяя упражнения. Субтитры создавал DimaTorzok